Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дальше 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 таких вишен я сделал такие, а помните Людмила из Калининграда, вот этот вишенка, да, я вам черенки высыл, так, с дерева, где вот эта вишня укрупненная, и у вас получилось два прекрасных дерева, вы отсчитывались, одна вот такая вишня, не меньше, если не больше, а вторая чистая черешня, вот, и буду доказывать, и доказывать, и до самой смерти я буду говорить, вегетативный наградатель существует, вот, но обратная сторона, вот с такой можно получить такую, тоже не скрываю горькую правду, и с такой можно получить такую, поняли, да, нет, я не понял, я сейчас сделаю, а потом начинаю понять, что ты натворил-то, теперь сна нету, вот, вот с этой рожей я и живу последние 20 лет, с тех пор, как у меня плоды укрупнились, вот с такой мордой я и живу, вот, а вот здесь отсюда начали понимать, вот так вот, вот так вот, вот это дерево, да, видишь, подвой вылез, это же прямо борьба с подвоем лютая, его изувечат, привьют высоко, а подвой изувечат, смотрите, последствия моей работы, ну, дерево молодое, ему 20 лет, вот это прививка, так, вот она, привита где-то здесь, вот, теперь, ну, кажется здесь, скорее всего, ниже, вот, она начала погибать, 4 ветки вылезли ниже прививки, я ни одну из них не тронул, естественно, а я их должен был уничтожать, 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 и вот здесь до метра уничтожать, все, то есть ничего этого не должно быть, вам меряется, теперь это погибает, это, именно с этого дерева я сделал самое, нет, не самое, так, ну, в общем, одна из самых сенсационных фотографий с огромными плодами абрикосов, а вот это вот, вон они валяются, видите, это подвойные, они увеличились в два раза, вот, и сегодня их, я потом покажу вам, может, дайте, если дойдем, сколько мы с него собрали, ужас, это крупный план, вот это обвинение тем, кто торопится в секатор руки брать, так, 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 это все еще поспевает, 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 вот, ну, короче, есть что показывать, так, еще не все, а, вот тут у меня, кстати, ой, некогда мне комментировать, ну, некогда, ой, какие у меня получили, вот черешня, кстати, а, видите, обросла этими, которые я должен уничтожить, я их, корневые отводки, вот, а на они-то сейчас, это будущее, я на нее смотрю с подозрением, когда же ты у меня умрешь, она не умирает, но, если такое случится, я перехожу на дюки, вот, мои искусственные дюки, дюки из, эти самые, уже, ну, клоны дюки, вот они, вот они, вот они, вот они, ну, это обычная степная, не удивишь, вот они, вот они, а, вот это интересная фотография, вы видите, черешня, да, обработка идет, так, вот, ну, да, мы сказали, фотографировать мне их не надо, вот, ну, я сфотографировал не их, а вот, это, самое, вот эту черешню, так вот, значит, Елена Александровна, когда это будет, по-моему, это высушено и прочее, я просто повторяю слова, я вам вручаю 200-300 косточек черешни, я вам ниже покажу, какого дерева она, так, вот, две задачи будут стоять перед вами, первая задача такая, надо, я черешню никогда не стрипсировал, и, то есть, не так, после никогда не делал, чтобы сфотографировал и садил, то есть, черешня, я всеми семенами не занимался, теперь, я надеюсь, что вы займетесь, потому что, кроме абрикосов, я вам еще предлагаю две темы, если вы не разорветесь, это самое, знаете, как трудно, когда все хочется, а уже все раскрыто, да, все секреты, тайны, но полпути пройдено, а дальше-то кто будет, и вот я вам, надо, первое, установить будет, сроки, влажность, температура хранения косточек, чтобы у вас весной взошли из этих хотя бы половины, допустим, 100 штук, даже 100 штук взошло, так, второй этап простой, замерзнуть или нет, уже без моих подвоев этих самых, без вишневых суперморостойких подвоев, второй момент, замерзнуть или нет, и, третий момент, сколько из них останется селестным, а скоро, сколько вернется куда, вишню, вы нашли, мой пример, вот он, этот, новый русский, вот он, в хуторе, на другом конце деревни, я ему пять привитых черешин продал, да, за хорошие деньги, три из них стали вишнями, а тут тем более, и вот это все интересно, и в конечном счете, что-то превратится в вишню, а скорее всего в дюк, то есть вишня-черешню в гибрид, там вот гены и те, и те, а кто-то чистые черешни, и вот эту черешню, второй этап, можно будет использовать в коммерческих целях, вот, ну не сразу, подумаешь, по отношению довести, но все равно вопрос сегодня несколько лет, вот это вот я вам приготовил такой еще один сюрприз, пока вот фотографировал, пока готовился к вебинару, так что держитесь, вот, вместе с полей, вот, вместе с полей, вон он, парша, наконец-то, а то я помните, я говорил, у меня ни одной паршинки, несколько лет не видел, вот они дожди, ну ничего, не смертельно, так, Елена Садовна, три дня мы собирались, вот последние эти, черешенки, Канчина, я почему сфотографировал, мы чуть ниже будем говорить с ней, не с ней, а будем говорить о ней, потому что с этим рейтисом надо прекращать, но тем не менее, это брянская розовая, опять я не посмотрел, кто автор, но то, что она имеет прямое отношение, я знаю к ней, вот, и тут получается так, мельчайшие плоды, ясно, сеянцы, вот, то есть предыдущее поколение, то есть черенки пришли из дерева, привитого, то есть и так, черенки пришли срезанными из дерева, сеянца, мельчайшая невероятная, никакого интереса не представляет, даже в дачном саду, вот, значит, самобесплодная, опылять их некому, поэтому это и весь урожай, вот тут, десятка три, но дело не в этом, рядом опылитель будет, она будет покрыта этими плодами, но учитывая малое количество и такой мелкоту, я не ругаю это дерево, я вам говорю, следующий, еще один этап, вы берете, так же как в работе, допустим, с черенками, с этих самых сортообразцами абрикосов Бродского, стоит перенести на другой подвой, они могут укрепиться, но там надо несколько поколений, вот, теперь смотрим дальше, это просто прогулка по саду, я не мог не прокомментировать, вот, восстанавливаются эти персики, так, цариса моя из этих самых, лучший, я считаю, в мире сорт, для вообще России, сувенир востока, пережил страшную зиму, нескольких веток, но урожай, ну, даже цветочные почки не замерзли, вот, что значит подвой, так, ну, понятно, что это день рождения моё, и это, я готовлю президента, знаете, почему, объясняю, объясняю по-простому, если Путин, на которого я эту надежду практически потерял, вот, за 20 лет, полный ноль, это, это при том, что меня печатали все центральные газеты и журналы, полное безразличие, полный ноль, вот, ну, что теперь, а Путин, это, джудаист, самбист, вот, я, по примеру, его, одним из качеств должно быть вот это, ладно, смотрим дальше, это урожай собранный был сегодня, значит, обратите внимание, перезревшее только с этого, только с земли, во время съемок я единственное оторвал с дерева, и чуть себя руку не укусил за это, потому что нельзя, в примере, показывать, как отрывает, вот, просто хотел показать, какой он огромный плод, а пока вот такая картина, а и теперь угадайте, вот попробуйте мне сказать, какое ведро самое ценное, дело в том, что здесь есть огромные плоды, и они довольно морозстойкие, одно дерево с такими плодами, кстати, Сенька сегодня заработал первые 100 рублей, пол ведра собрал абрикосов, вот эти вот, вот она самая ценная, это абрикос Маньчжурский Патриарх, вот это самое ценное ведро на свете, вот, оккультурился слегка, не знаю, как потерял морозостойкость, но слегка оккультурился, пообщался с культурными абрикосами, перемешал с ними гены, не слегка окрасился, стал съедобный, но не эта ценность, по двой, как по двой ему цены нет, теперь он просленник, здесь у меня Амуры, Серафимы, Королевские, Баи, Рыжие, Академики, но академика самая малая, все-таки, еще работа впереди, но после того, как мы вот эти раз-два, сколько, десяток ведер сняли, нет, не сняли, собрали земли, такое впечатление, что их меньше не стало, вот, но и заканчивается этот обзор, это просто следующая фотография для любые темы, но я еще раз хочу сказать, господа, ученые, те, кто учит, это самое, я еще, я все буду показывать, вот, ну, разуйте вы глаза, ну, посмотрите, это, по-моему, Савинич мне фотографию эту сделала и прислала, ну, посмотрите, что нельзя садить в яму, что деревья специально вылазят, ну, пожалуйста, ну, будьте людьми, вот, ну, мучите других, ну, сами-то научитесь чему-нибудь, ладно, возвращаемся, вот, и что мы тут видим, так, а, обратил внимание, вот это вот, когда-то мне Сычо прислал вот это вот, прекрасный сорт, Манитоба 604, первый урожай, вот она классика, проходит каких-то 18 лет, узнаете, я нет, вот, и у меня это случилось, я показывал Савинич почти со всеми сортами, вот, клоны, клоны, их корежат, прививки, ой, я боюсь повторять, помните, загибал низ к пальцам, ой, это уже другая сила, случайные люди у меня собирают вишни, вот эти, только потому, что там везет 100, может, а может 200, ну, как случайно, хуторяне проезжали мимо, Константинович, можно, да, ради Бога, вот, а вот это вот, за это ведро, Тимошка 100 рублей заработал, вспомнила, было? Да. Вот, это королевские, роскошные, а на втором плане, кто косил? Я. А кто поверит? Сколько я тебе заплатил за это, за полчаса работы? 100 рублей. Еще 100 рублей. Что ты сделал с этими деньгами? Потратил по-моему. Нет, ты скажи, на что потратил? Зоопарок, забыл. Ну, все, друзья, мы с Тимошкой пойдем на кухню, сейчас, может, он уже проголодался, через пять минут встречаемся, я надеюсь, Антон Валерьевич сейчас возьмет и покажет ваши вопросы, наболевшие. Кстати, вот это, это, это процедура от черешневения, вишни, вот, здорово же, да? Все, молчу, молчу, молчу. Чему приводит прививка желтой черешни к вишне? Пожила два года, вот, ни одного плода я не попробовал. И умерла. А вишня заразилась, а в доказательство, вот они, пожалуйста. Скажите, что я их красил в желтый цвет. А, думаю, интересно, очень интересно. Причем, уже все, уже все в моем саду так поперепутано. Вот, хотите получить вишню из черешни? Пожалуйста. Хотите получить черешу из вишни? Пожалуйста. Вот, что угодно. Косточки из моего сада обладают уникальной способностью к, назовем это, знаете, какое слово сейчас придумаю? Трансформации, да. Может быть, новый термин ввести. Сорта трансформеры. Вот, понимаете, сколько раз я читал вот эти предостережения. Я надеюсь, меня все слышно, пока идет перестройка тут. Вот эти вот предостережения. О том, что... Ох, нельзя дикарей рядом с культурными садить. Ну, вот согласитесь, что я ничего не преувеличиваю. Что это, как бы, одно из основополучий. Ну, что дикарей садить рядом с культурными? Опылят все, что потом что будет. У меня половина сады. Треть сада дикарей, треть сада полукультурных, треть сада культурных. Еще какое-то количество супер шартов. Ну, и что? И пора у меня заказывать эти самые косточки абрикоса. Вишни, черешни. Дюка вишечерешневых. Вишня войлочная, еще раз говорю. И полный набор абрикосов. В этом году у меня абрикосов поменьше. Абрикосов у меня будет в юзер 200. Да. Ну, так прилично. Было бы 300, но крупноплотных маловато.